Как правильно отказывать мужчине в сексе на первом свидании? Конечно же, для большинства девушек это стресс, да? Это как-то некомфортно, это часто даже как-то неприятно, неожиданно. Обычно это звучит «поехали ко мне» или «поехали, заедем ко мне, посмотрим фильм». Он мне такое предлагает, значит, он во мне видит вот такую-то, такую-сякую девушку. Это неприятно, больно, это не то, что я ожидала. Можно ли мужчине предлагать женщине секс после какого-то энного свидания или нельзя? Вот-вот не слышит, ему плевать, он прет как бронепоезд. И как только на шестом свидании он получает свое, он резко исчезает. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, эксперт в отношениях. И перед тем, как мы перейдем к этой животрепещущей теме, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и обязательно смотри это видео до конца. Также приглашаю тебя на бесплатный онлайн-курс, который называется «Мужчина. Честная инструкция», где я даю еще больше фишек, тактик, стратегий, как правильно, эффективно взаимодействовать с мужчиной без драм и манипуляций, когда при этом счастлива ты, счастлив мужчина рядом. И это длится не только какой-то первый период очарованности, а столько, сколько ты захочешь. Прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке и успей записаться на бесплатный онлайн-курс. Что делает большинство девушек? Как ведут себя большинство женщин в таких ситуациях, когда мужчина предлагает секс на первом свидании, либо слишком рано по ее мнению? Конечно же, для большинства девушек это стресс, да? Это как-то некомфортно, это часто даже как-то неприятно, неожиданно, не то, что тебе хотелось бы. И поэтому я сейчас говорю не про всех, но про большинство, про многих девушек. Когда стрессовая ситуация, мы начинаем вести себя немножко тревожно. И поэтому реакция может быть какая-то негативная, либо жесткая, либо ты за кого меня принял, ты какой-то скривленный, это может быть лицо, либо даже это может быть прям обида, да? Или многих девушек начинают додумывать, что если мужчина меня предлагает заниматься сексом, или, ну обычно это же не прямым текстом звучит, обычно это звучит, поехали ко мне, или поехали, заедем ко мне, посмотрим фильм. Некоторые девушки думают, что если он мне такое предлагает, значит он во мне видит вот такую-то, такую-сякую девушку, значит он ко мне относится несерьезно, это неприятно, больно, это не то, что я ожидала, и начинается конфликт. Так вот, это то, что делать точно не рекомендую. Я считаю, что не очень эффективна, в принципе, вот эта негативная реакция, недовольное лицо, обиженность, критика мужчины за то, что он открыто заявил, так сказать, о своем намерении и желании. Цель этого видео не разбирать, не рассуждать о том, можно ли мужчине предлагать женщине секс после какого-то энного свидания или нельзя. Здесь я хотел бы дать рекомендации, как вам лучше себя вести, чтобы как минимум мужчину не отпугивал ваш ответ, чтобы вы в вашем ответе, в вашей реакции, он не видел дракона, либо демона недовольного, да? Первое, что я считаю, нужно сделать, это принять, вот он сказал, он имеет же право предлагать то, что он хочет, он же имеет право озвучивать свое желание. Я считаю, что это даже хорошо, что этот мужчина не строит из себя 5 свиданий рыцаря, не рассказывает 5 свиданий про то, как он хочет отношений, семью, про то, как он нагулялся и как он хочет троих детей. И как только на 6 свидании он получает свое, он резко исчезает. В моем понимании, это даже лучше, если мужчина говорит открыто. Поэтому первое, что я считаю, вот эффективнее, как взаимодействовать. Нужно сказать, спасибо, мне приятно, что ты меня хочешь. Мне приятно, что у тебя есть ко мне определенные там желания, намерения. Спасибо, мне приятно. Дальше, спасибо тебе за открытость. Я ценю, когда мужчина открыт. Круто, когда мужчина открыт. Это очень ценно. И спасибо тебе также за открытость. То есть подчеркнуть хорошее в том, что он произнес. Дальше. Если тебе этот мужчина интересен, либо потенциально интересен, то, конечно же, лучше сказать, что да, я тоже хочу. Да, я тоже хочу. Я тоже тебя хочу. Ты тоже для меня привлекательен, как мужчина. Если это так. Если это не так, конечно же, тогда говорить это не нужно. Дальше нужно через описание своих чувств. Мужчине объяснить, слушай, мне просто будет... Ну, я тоже хочу, но я не могу согласиться, потому что мне будет некомфортно. Я буду чувствовать дискомфорт. Это для меня немножко рано. При этом, да, ты мне приятен. Да, ты мне интересен, как мужчина. Да, я тоже хочу. Также можно добавить, что помни, меня мама воспитывала. Ты понимаешь, как мне будет... Вот меня мама воспитывала примерной девочкой. Да, вот что-то из такого разряда. Только главное не засмеяться, если этого не было. Если мама тебя такой не воспитывала, да? Или об этом речи не было. Но описывать лучше эмо через чувство. То есть, что я буду чувствовать, если я прямо сейчас это сделаю. То есть, я буду чувствовать себя дискомфортно. Мне будет неловко, я буду стесняться. Я там не раскроюсь. При этом мне будет самой перед собой неловко, да? Немножко стыдно самой перед собой, потому что я такого не делаю, либо не делала. Но при этом, да, ты мне интересен, как мужчина. Давай еще пообщаемся, давай еще повзаимодействуем. Вот так. Я считаю, что это более грамотный ответ. Потому что так ты как бы отказываешь, но при этом ты еще и подчеркиваешь в нем хорошее. То, что он сделал хорошее. Первое, он... Это же приятно, что тебя хотят. Второе, он открыт и не играет перед тобой. И ты как бы отказала, говоришь нет. Но при этом ты без его, без критики его. И поэтому я считаю, что большинство мужчин после отказа, они сливаются, потому что этот отказ идет в жесткой форме, в грубой форме, либо в какой-то критической форме. Но если ты просто попробуешь, опять же, я не заставляю, я тебе просто предлагаю, просто попробуй отвечать в таком ключе. И посмотри, как это может изменить реакцию мужчин. И я тебе больше скажу. В такой реакции ты будешь выделяться среди большинства женщин. Потому что так отвечают более мудро, более грамотно. Так отвечает меньшинство женщин. Более мудрые, прокаченные женщины так отвечают. Так же ты, ну, восприятие мужчины, это возвысит твою, как сказать, уровень в глазах мужчины. Когда же можно соглашаться? Я считаю, что здесь должны быть соблюдены критерии. То есть тебе мужчина должен реально нравиться, ты его тоже должна хотеть. И ты должна видеть, что мужчина тебя тоже действительно хочет. И когда это есть, и есть действительно желание, тогда я считаю, что это важные критерии, при которых можно соглашаться. Я не буду в этом видео рассказывать, на каком свидании нужно правильно заниматься сексом, потому что по-честному я не считаю, что здесь есть правило. Потому что я уверен, есть много классных семей, когда был секс на первом свидании. Правда же? Есть и классные семьи, когда был секс на шестом свидании. Есть неудачные отношения, в которых был секс на пятом свидании. То есть есть разные примеры. Я не считаю, что это ключевой критерий для построения счастливых отношений. Но я тебе рекомендую, если ты хочешь отказать, и при этом мужчина тебе интересен, если ты хочешь отказать, и чтобы он было меньше вероятности, чтобы он слился, тогда отказывай в таком ключе. В каких же случаях можно переходить на жесткость? Или в каких случаях... Я считаю, что девушка вынуждена перейти на жесткость. Это когда ты спокойно и мягко мужчине объясняешь. Это длится энное количество раз. И ты реально видишь, что мужчина не слышит. Вот не слышит. Ему плевать, он прет как бронепоезд. И тебе это не нравится. Нет, есть случаи, когда это девушке нравится. Это одно. Но если ты понимаешь, что это такой случай, и это тебе точно не нравится, ну в таком случае тебе нужно предупредить, что смотри, Саш, ну я же говорю, да, пожалуйста, услышь меня. Ну иначе я вот сейчас начну злиться сама на себя, и сейчас вот превращусь в дикого дракона, и начнут вообще, ну как бы жестко сопротивляться. Давай лучше не переходить к этому. Если мужчина все-таки все равно, ты понимаешь, что прет как бронепоезд, и он не слышит, тогда да, можно переходить на какую-то жесткую форму, чтобы дать там мужчине, так сказать, отпор, дать понять. Я понимаю, что да, такие мужчины тоже есть. Но если мужчина нормальный, и ты ответишь спокойно, мягко, с уважением к нему, с описыванием своих чувств, с подчеркиванием хорошего в этом мужчине, с озвучиванием, что тебе тоже, да, приятно, но тебе нужно время, нормальный мужчина услышит, и нормальный мужчина еще больше от этого ответа будет уважать тебя как женщину. Понимаешь, я сейчас тебе даю, ну, некий шаблон, некую инструкцию, да, отвечай вот так, веди себя вот так. И это не про рост, я тебе дал просто шаблон. И при этом я же все-таки тебя склоняю к тому, чтобы ты прокачивалась как женщина. Потому что с заученными фразами, с заученными ответами, ну, согласись, ну, вряд ли удастся выстроить действительно долгосрочные классные отношения, в которых вы оба будете счастливы. Поэтому если для тебя важно прокачиваться как женщина, тогда прямо сейчас под этим видео кликай по ссылке и успей записаться на бесплатный онлайн-курс, который называется «Мужчина. Честная инструкция», где ты сможешь сделать несколько шагов вперед в прокачке себя как женщины. Ты разберешься в таких темах, как перезагрузить непонятные отношения, как привлекать достойных мужчин и сделать правильный выбор, и как создавать по-настоящему счастливые отношения. Под этим видео кликай по ссылке прямо сейчас и записывайся. Это бесплатно. Если это видео было для тебя полезным, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал и пиши твои вопросы в комментариях для моих будущих видео.